Вы же так любите эти раскалённые предметы, проходящие через другие предметы! Трям подписчикам и гостям я Джетли, и сегодня мы будем делать ограждение на стол, которое защитит наш стол от набега кошек. Для этого нам понадобится обычная бутылка, которая должна быть нарезана вот так вот, резинка, нож, который мы будем раскалять, и какой-нибудь гвоздь, винт, шуруп, который мы тоже будем раскалять. Так как основная часть не записалась, я просто скажу заново. Чтобы не обжечь наши лапки, мы берём и оборачиваем какой-нибудь тряпочкой рукоятку ножа, потому что это-то точно нас защитит совершенно от всего. Далее мы включаем комфорочку и нагреваем наш ножик, потому что он должен быть горячим, он должен быть раскалённым, чтобы смог пройти через пластик. Пока я нагреваю нож, я расскажу о том, что я уже успела сделать. Я уже успела бутылки отрезать задницу. Вот она. Оплавилась она, кстати, довольно неплохо. Из неё теперь можно сделать какую-нибудь вазочку или горшочек для цветов. Кстати, как идея. Режется она довольно легко, потому что пластик это такой материал, который как бы от нагревания становится мягким, тягучим. И вообще, если немножечко подзадротится, то вполне из него можно отлить какую-нибудь вещь. И хочу ещё сказать одну вещь, что если вы решили действовать таким способом, то возьмите нож, который вам не жалко, потому что пластик от ножа отделяется довольно-таки непросто. Итак, когда нам кажется, что наш нож уже нагрет, мы кладём бутылку и вот так вот её режем. Да, я в тренде, хоть и немножко запоздала. Я режу бутылку раскалённым ножом. Это же так интересно. Вау! Кайф! Мне интересно, кто эти люди, которые будут это смотреть. Мы порезали. Теперь нагреваем нож ещё раз. Потому что нам ещё предстоит порезать её вдоль. Давайте попробуем сейчас. Одна. Когда мы проделали все эти наши манипуляции, мы не спешим выключать комфорт. Потому что, а, у меня дома холодно, а, б, это то, что нам ещё надо будет нагревать шуруп. На самом деле, я весьма боюсь обжечься, но вот это вот с тряпочкой я просто не смогу взять. Поэтому мы поступаем точно так же. Господи, надеюсь, у меня резина на моих тонкогубцах не оплавится. Я не заработаю ожог. Не хочу ожог. Мне ещё рисовать этой рукой. Что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет в этой штучке проделать четыре дырочки. Почему четыре, а не две? И чтобы лучше держалось. Дырочки мы будем делать в нижней части нашего кусочка. Потому что так надо, и как бы я вам покажу, для чего это. Ай, не пасе. Мои пасе наделось. Мне полосы лица. Смотри, дубы. Кожа, по-букой. Не забываем периодически нагревать наш шуруп. Хотя для этих целей лучше взять какой-нибудь гвоздь большой. Потому что у него острый кончик. У нас этих штук довольно много. Возможно, даже больше, чем нам нужно. Поэтому я рекомендую вам рассчитать диаметр бутылки. И, собственно говоря, измерить стол. Чтобы понять, какое точное количество, скажем так, вот этих вот штучек нам нужно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, у меня есть резинка. Я не знаю, какого она размера, но она точно больше, чем мой стол. Почему нужна именно резинка? Потому что обычная веревочка не подойдет. Вас устраивал такой ответ? Нет? Резинка нужна из-за того, что она, во-первых, тянется. И если мы обхватим наш стол, да, допустим, любой предмет, допустим, ту же мою ногу, и завяжем в узел в натяжении, она будет давить. То есть не будет того, что вот ты завязала, она через несколько минут сползла. Поэтому нужна резинка. И так как я не хочу это пытаться проглаживать утюгом, потому что мне так кажется, что вся эта штука и останется на утюге, я буду просто продевать резиночку в созданное нами отверстие. Так, вы теперь видите, какой у меня на столе срач. У нас получилась вот такая вот большая длинная гирлянда. Что же мы делаем? Я же не на весь стол буду делать, потому что он одной стороной примыкает к стене. Сложно! В принципе, выглядит это, конечно, не очень лицеприятно. Конечно, выглядит это не очень. Но зато теперь мои кошки не будут прыгать на стол, потому что они боятся пластиковых бутылок. Потому что они боятся пластиковых бутылок. Это булка. И, возможно, она сейчас ими заинтересуется. Булка. Ты хочешь на стол? Ты хочешь на стол? Она не хочет на стол. Эти штуки ей не нравятся. Давайте посмотрим, что скажет Кирюха. Кирюха. Она у нас больше всех лазит по столам, поэтому... Кирюха. Ты хочешь на стол? Не хочет. Ну и да, тут резиночка должна быть понатянутой. Может быть, вам было полезно это видео. Если да, то ставим лайки. Если вас задолбала тема с раскаленными ножами, то же ставим лайки. Хитрая задница. В общем, это не очень удачный эксперимент, но все равно я старалась, так что я надеюсь, что вы оцените. Если вам было любо смотреть на мои попытки что-то смастерить, вы можете подписаться на канал. Я стараюсь периодически что-то делать. Разворачиваем описание, смотрим, какие есть разделы на моем канале. Может быть, вам что-то из этих разделов будет интересно. И всем спасибо за просмотр и пока!